Последний перед набережной квартал улицы Званба – самый что ни на есть центр столицы. Дом номер 18 находится прямо напротив комплекса правительственных зданий. Окна выходят на парламент, а двери, так сказать, в канализацию. Семья художницы Екатерины Гуськовой живет здесь с 1972 года. Сама Катя родилась в 90-м и не припоминает, когда перед домом или в подвале было сухо. Проблема с каждым годом становится все больше и больше. У нас течет канализация перед домом, невозможно открыть окна, потому что зловоние. Это уже, мне кажется, внесет даже вред здоровью, потому что мы постоянно этим дышим, когда выходим, открываем окна, москиты. Потом наш дом – это памятник архитектуры начала века, и он начинает разрушаться из-за того, что постоянно подтопление и сырость очень страшная. Действительно, дом доктора Мосткова 1908 года входит в список историко-культурного наследия и должен защищаться государством. Но проблема гораздо шире. Из-за старых коммуникаций, плохо функционирующих ливневок страдает вся улица. Частный сектор ниже 18-го дома топит 2-3 раза в год. Вода в сквере у памятника репрессированным не уходит неделями после дождя. Выйти из дома с детской или инвалидной коляской – задача не из простых. Это вся улица, особенно вот наш квартал, учитывая то, что мы находимся внизу, то есть идет гора наверх, и все стекает к нам вниз. Мы последний квартал, и у нас собираются все нечистоты нашего района, потому что и дальше люди не могут пройти. И внизу там нет тротуара, мы не можем пройти по дороге, потому что дорога сейчас тоже очень неплохо перекрыта. И сейчас приехала моя сестра на отдых, и мы не можем с колясками не выйти из дома, не пройти дальше, потому что тротуар напрочь отсутствует. Жители частного сектора напротив парламента либо были не дома, либо отказались говорить о своих проблемах на камеру. За такое могут и с работы уволить. Жителям Званба-18, очевидно, терять уже нечего. Они и в соцсетях посты публикуют, и подписи собирают. Мы с соседями давно пытаемся достучаться до администрации города, чтобы нам помогли с этим. В течение, наверное, 20 лет мы потихоньку-потихоньку жаловались, но ничего не происходило. В прошлом году, когда уже совсем было ужасно, скажем так, уже канализация чуть ли не текла рекой через нашу улицу, и невозможно было попасть домой, я решил уже, что не очень хочется жить в таких условиях, и решил заняться этим. Я собрал подписи со всех наших соседей, конкретно из дома номер 18. Мы написали письмо в администрацию города, нашему депутату в нашем районе, о том, что мы хотим, чтобы нам помогли с этой ситуацией, так как канализация, которая проходит через двор, она не только ближайшие дома захватывает. Насколько мы знаем, эта канализация проходит через весь город и выходит у нас во дворе. Ответ мне дал только наш депутат, Кван Валерьевич. Он позвонил, сказал, что постарается что-то исправить, но мы тоже понимаем, что одними силами это не достичь. Администрация города лично мне никаких ответов, никакого ответа вообще не было. Несколько раз жители дома засыпали площадку перед подъездом гравием, чтобы можно было хоть как-то пройти. Но это бесполезный труд, эффект сохраняется до первого дождя. Однажды строители, выполнявшие мелкий ремонт в правительственном комплексе напротив, увидели, как мама с коляской пытается выбраться из подъезда. Изжалившись, выложили блоками и залили цементом узкую дорожку до асфальта. В столичной администрации о проблеме знают давно. Подготовлена вся необходимая для ремонта документация. Но денег нет. Проблема коммуникации на улице Замба от улицы Лакоба до набережной, она уже давнишная. Это там все трупы, им уже огромное количество лет. Это, в принципе, они менялись ещё с советских времён. То есть, практически, этим коммуникациям всем от 50 до 70 лет. Прошлого года, когда ситуация там была усугублена, были посчитаны дефекты. Сметная документация была подготовлена, были составлены все дефектные акты. Ориентировочная стоимость работ на уровень цен от конца 2023 года, это порядка 27 миллионов. Туда входит полная замена ливневой канализации, бытовой канализации, водопровода и с последующим восстановлением асфальтно-дорожного покрытия. Но в настоящий момент такие суммы для города, они неподъёмные. Поэтому город, подготовив эту всю документацию, со временем, значит, изыскивает средства, ну, на уровне кабинета министров. То есть, если какая-то будет возможность, то, соответственно, эти работы будут включены в план. Очевидно, что нагрузка на коммуникации будет только расти. Это центр города. Здесь постоянно открываются новые кафе, магазины, гостиницы. Кварталом выше и ниже завершается строительство многоквартирных домов. А у нового моста продаётся участок земли, который, вероятно, тоже будет застроен. Общий бюджет резервных фондов президента и премьер-министра на этот год – 700 миллионов рублей. Из них регулярно выделяются средства на помощь пострадавшим от стихийных бедствий, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации или на непредвиденный ремонт. Может, и на ремонт коммуникаций на улице Званба найдётся 27 миллионов рублей.